здравствуйте всем привет этот ролик непростой для нас максимально непростой мы эту тайну скрывали около года многие сразу поняли о чем идет речь прошу вас выслушать но прошу выслушать меня и они до конца ну начнем как мы познакомились я давай как мы познакомились но познакомились мы во-первых когда он только-только нет познакомились познакомились мы где-то два года назад с тобой то есть еще до хайп хаоса помочь на квесты там ходили короче это был где-то февраль в дневнике хочу было у меня было 800000 подписчиков я такой туда залетел типа блогер а там все уже по миллиону сидели оттуда-то убрали по миллиону всех и что тогда потом появился хайп хаос тогда уже мальчики появились и тут просто потому что я этого человека просто ненавидела он приходил ко мне в комнату я тогда жила сварю я открываю нахожу эту еду потому что он все время пропадал дима такая ко мне приходят вот так вот а чё мне погреть сложно что анти чё сложно вот прям с таким лицом я вообще не понимаю этих шуток на это я короче обижался не понимала и уходила и где пропадать что ли блин то был нормальный кто какой-то ненормальный бывало что у меня розочки подавали потом он опять какой-то конченый в смысле я увидел что тебе ребята никто не подарила всем подарили а я даже не зарабатывал к тому моменту я вообще ни капли не зарабатывал увидел анку грустную нашел прикольные синие розы позвонил доставочка пришла я такой джентльмен их забираю они это тебе она грустно этот момент что-то сидела у меня нормально так все пошло я думаю ну вот развиваюсь пускать этот момент я не хотел а человек давил на меня давил на чё ты не ездил типа постоянно были какие-то ссоры по поводу того что вот придумывал себе то что вот я там это ты там то ты там все а по факту мы просто снимали видосы и жили вместе и было прикольно а на тот момент был карантин и я все догадаются понятно что произошло но сори но там не будет ставки в той самой ну раз мы начали про твои какие-то отношения давай про мы поговорим но не назвать что девушка я бегал в районе наверно года почти восемь месяцев я бегал я тратил максимально много энергии я знаете вот когда прям счастье знаете у человека когда его зовут просто погулять мне вот так же писали я был хайп-хаусе тяж подскакивал какой-то гулять там все давай давай пошел-пошел как-то с моей стороны было очень много всего сделано и плане я чувствовал много к ней и короче я влюбился почти даже записал трек не вывожу как раз и про нее такая классная но я не вывожу с моей стороны многое делалось с той стороны непонятно как-то энергия давалась но не та которая была нужна и под самый конец как раз таки восемь месяцев в египет когда мы улетали в египет что-то было как раз таки с той стороны спустя 8 спустя 7 месяцев вот на 8 месяц я почувствовал что это очень сильно как-то зацепило все это осталось в сердечке но мы улетели в египет после этого момента началось все просто по сраке через раку тот момент как раз таки у они там что-то плохо все было по отношениям и как бы у меня только налаживалось мы летели в египет там там была аня на самом деле я же вернулась обратно в хайп хаус в сентябре в конце года примерно 4 месяца я находилась в хайп хаусе но с темой мы особо все равно не общались вот я вернулась как бы ну как-то так потом я вернулась 4 месяца мы с тобой почти не общались самое главное что я хочу сказать когда аня была в хайп хаусе она мне вообще не нравилась то есть от слова совсем не шип просто по приколу говорит иди с ней по шиперись я такой ну давай прикольно можно сделать пошел звонить ее парню и попросил об этом даже короче я звонил просил там что-то писал по этому поводу чтобы мы снимали шиперские видосы мне так было вообще пофиг на эту аню я я не смотрел на нее как на девушку у нее у нее у нее был парень и я даже я даже не думал об этом а ну вот а потом когда мы уехали в египет получается только когда мы начали нормально общаться я скажу почему я очень хорошо не потому что я короче шла с верой так получилось что соседний номер герман и дима все остальные ребята они были на первом этаже я тебе объясняю изначально как это произошло там будет нарезка как ты меня бьешь девочки остальные они были на первом этаже и они иногда спали до двух часов дня то есть вообще они очень поздно вставали и поэтому больше всего времени я проводила с ним потому что он любит загорать вставать рано я была такая же и я шла просто с ним загорать я даже в школе на после после этого после плавания приходил и открывал окошко на третьем этаже сбоку и солнце светило на меня и открывал короче на последнюю парту садился чистый загорал приходила училка ты чё леона позагорать негде что ли я такой типа все все не загорает урок начинается и я опять пошел когда не видит на задней парте особо не видно я там прячусь бутерброды гема ладно всем пофиг потом произошел новый год или новый год произошел слишком ярко за новый год выпили присмотрелись уже друг другу короче блин ну типа мы нормально не общались и тут вы начали прям хорошо общаться общей записи нашли прям очень классно она рассказала о своих проблемах я рассказал о своих проблемах вот мы как-то друг другу начали понимать на тот момент и как-то больше больше общаться но когда уже новый год стукнул что произошло то пошли на какой-то концертик там чуть-чуть типа танцевали медленный танец она вообще не любит она вообще не любит любые публичные вообще штуки где много народу если ты один там с ней поможешь вообще чего угодно танцевать вот и она будет раскрепощена так вообще просто не можно на сторонке вот и я и по максимальному там говорил и потом все-таки потанцевали и пошли уже номер у меня были дикие загоны я на протяжении месяцев двух-трех то есть как переехала я в москву в сентябре где-то в октябре я начала задуматься о том что что-то мне вообще не по себе максимально типа я понимаю что что-то не так это я про вышива и на протяжении трех месяцев я к нему ничего не чувствовала просто боялась делать буквально я тянула тянула не понимала как мне это сделать приезжали родители тогда я помню мама отходит и говорит то что вот я вижу что что-то не так ну то есть я скрывала максимально отсек и не хотела вообще в принципе забивать эти угол у меня постоянно принять не было дома постоянно дома не было бездомно сейчас у тебя есть прописка нет да сядь уже господи ты чё гараж переставим ролик сниматься короче я постоянно находилась где-то то какие-то концерты то какие-то съемки то я в хайд хаусе то еще где-то меня почти дома не было ну и человек принципе ничего не хочет делать а мы в сторону были наезды и я понимаю ну вот я в какой-то момент понимаю что ну вот я не хочу заходить домой и я хочу с ним расстаться но у меня опять не выходит у меня не выходит я не набираю смелости а потом я стала бомжом мы должны были улетать получается на новый год на бали но у нас все отменилось я уже собираюсь чемоданы и прям в этот момент приходит сообщение от менеджера что вот мы не идти на бали я такая чего а я понимала что я вообще не хочу оставаться дома то есть ну мне плохо я не понимаю что мне делать я не хочу я пишу давайте хоть куда-нибудь улетели не видит разница куда все мы прилетели в египет поменяли быстренько билеты саша он видел что я радуюсь тому что я уезжаю и он ничего на это не сказал и как бы все было короче так непонятно я уехала у нас мы почти не переписывались ну и когда я уже прилетела я уже окончательно все короче дима на самом деле просто помог сделать так чтобы я приехала я осмелилась это сразу сделать а я тянула это три месяца потом дубай потом мы полетели с фонтана в дубай вот и ладно ладно хочешь поговорить то есть потом полетели в дубай поехали дубай полетели в дубай получается вот прям вот в этом номере считай просто он чуть-чуть он был наоборот да вот через дверь он там и точно такой же номер этот же отель в номере жили Дима и Германа я жила с Катей и Заир где-то в другом номере далеко Заир и Катя улетели обратно в Москву с того моментика начались шуру-муру мы как-то уже начали присматриваться друг к другу и нравится это официальное признание когда мы начали нравиться был первый поцелуй нам так это странно рассказывать потому что мы по сути нам это нельзя было говорить такая позиция была у нашего главного и мы прислушивались к этому мнению потому что нам было важно спустя где-то в месяц не стоп но мне единственное что мне не нравилось то что запрещали на ресторан некоторое время мы просто запрещали в принципе появляться у друг друга в соцсетях не важно как вы ставите вообще не важно но мне это не нравится очень много сообщений в тиктоке было что вот вы там хайпитесь все дела очень много комментов и мы просто закрывали глаза нам не хотелось раскрывать это все показывать просто добились своего вот и мы хотим уже раскрыться перед вами полностью чтобы ничего не скрывать потому что вот эти те же самые тиктоки да мы просто хотели вместе снять это было какое-то искреннее чувство то есть мы не хотели там хайпиться ничего такого подобного если какие-то шиперские да если какие-то шиперские видео мы чувствовали и хотели это чувство передать зрителю но мы в любом случае не могли официально этого всего подтверждать но сейчас мы просто у нас полное движение в одну сторону мы как-то всегда 24 на 7 вместе живем вместе и у нас уже собачка ну не 24 на ногти там сидела раз в неделю сделала ногти что нибудь это и все мы все ваши комментарии читаем все вообще полностью читаем и нам действительно важно чтобы ничего не скрывать от вас быть самими собой хотим уже просто это уже рассказать чтобы это все было и как бы об этом все знали целоваться на камеру мы это не сделаем сразу говорю можете не просить них но не знаю не хочется да пока что не хочется мы просто год вот реально от всех это скрывали и у нас это чувство сохранится мы в любом случае это расскажем но в любом случае мне кажется у нас будет присутствовать это чувство что мы давно не по пицце за ручку не можем ходить или где там сниматься и видим что кто-то просто обратил внимание мы друзья мы просто друзья знаете дубай такой город вот ежегодно что-то происходит просто запомните эту фразу вы потом поймете влюбились через год мы сюда приехали снять этот ролик рассказать вам об этом всем ровно через год мы ровно год назад здесь были все наши гулянки по дубай по марине по вообще где-то где-то где мы гуляли мы оставались иногда вдвоем потому что герман не хотел но он чувствовал как будто он лишний но мы ему говорили что ты не лишний и так же с нами он просто спалил нас чтобы мы начали встречаться мы гуляли уже как-то знаете не особо скрывая перед германом и в дубае по сути нас почти никто не знает но мы все равно боялись показывать эти чувства и показывать эти чувства и германии при ком-то еще мы по-максимальному старались чтобы никто этого не чувствовал да мы в хайп-хаусе прятались мы по максимальному вскрывали было страшно было максимально круто мы резвились угорали смеялись нам было так хорошо мы вообще обо всем забыли обо всем забыли что происходило у нас там с бывшими с девушками совсем и как-то по максимальному отстранились от этого или отношения мы держим при себе то есть даже когда мы с друзьями максимум что дима например может сделать это вот так мы в самолете летели а потом когда мы обратно летели все что было между нами остается в дубае когда мы летели обратно в москву я в самолете у нас была пересадка ел пары с этой мы летели как-то долго господи как мне было плохо я регела я понимала что я возвращаюсь в москву я настолько не хотела мне было пофиг я хотела хоть куда полететь но не просто не хотела я помню тогда ты уехала... уехала с мамой мама была в аэропорту я так смотрела на Аню просто взглядом я просто как мертвец идёт тут просто бледная вся страшная какая то лохматая мне очень قال просто было плохо Геру пожалуйста едь со мной до дома, а потом поедешь до хайфхауса. Типа точку поставим. Он такой, окей, мы едем, ехать два часа показывать, потому что аэрофорт был очень в другой стороне. Я все эти два часа еду и не могу отвлечься. Герман мне там пытался как-то отвлечь, Герман пытался как-то отвлечь, но у него получилось. Мы болтали, болтали, потом я подъезжаю, вижу дом, и меня перекрыло. Мне так плохо стало, я вообще не захотела никуда выходить. Но я поняла, что год надо же точку поставить, что я тяну 3 месяца. Вот, ну, короче, я был по сути такой чувачок, который помог сделать шаг, вот. Но это планировалось до меня по-максимальному. Если меня кто-то обвинить хочет, пообвинять мне вообще пофиг, это чувство Ани. Обвинить вообще никого не надо. Ни бывшего, ни меня, ни Диму. Просто так складываются обстоятельства в жизни. Это нормально. Да, я 3 месяца хотела расстаться, просто не получалось. То есть я потом думала, просто не получалось. Я не понимала, мне было страшно. Этот человек просто подтолкнул меня на то, чтобы я смелее была в этом плане. Я это сделала. И это никак не касается того, что там у нас с Димой какие-то чувства были. Вообще не касается. Потому что это получилось позже. Знаете, как он меня называет, кстати? Писькой. Он говорит, писька. А я писька. А я писька. А я писька. Мы просто письками меряемся. Но мне больше. Ты дурак совсем? Я пошутил. Я пошутил. Я пошутил. Теперь мы можем и так делать. Уже в Бурж-Халифе возьмемся на самом верхнем этаже квартиру. Либо которая выше еще будет там. Там нет квартиры. Будет. Я сделаю. Ну вот, знаете, как искра, буря, безумие. Вот. И произошло что-то такое между нами, что подтолкнуло нас на первый поцелуй. И он случился. У меня тогда просто сердце выскакивало. Мне было страшно. Мне тоже было. Мне было непонятно. Правда. Вообще. Я. Я. То чувство, что я чувствовал. То есть. Это просто произошло. Вот. И мы поцеловались. Ну. Самое смешное, что когда я живу в Москве, я приезжаю в Хайп Хаус. И просто первый, кто стоит на пороге, это Дима. И больше никого не дома. Только Дима. У меня вот так вот сердце колотится, потому что я не понимаю, что происходит. Что вообще между нами, типа. Ну. А мне спрашивают. Я стесняюсь. Я стеснительный человек. Я не помню, как это было. А. Мы садимся в машину. Такси. Куда-то мы поехали. Здесь вроде. А потом ты вот так встаешь. Сейчас. Сейчас справа до меня будет. И ты как говоришь. И говорил. И такой говорил. Так. Блин. Что ты сказал? Да я что помню, я вообще не понимаю. У меня память рыбки просто. Рыбка. Рыбка. Дори. А. Он такой говорит, что ну вот как мы будем отношения в такая вот в доме. Как и что? У нас отношения. Мы в доме на память. Что нам делать? Я говорю. Ну. Когда будем в доме. Мы с тобой не вместе. А если куда-то идем, мы с тобой вместе. И в тот момент я как бы поняла, что. Видимо ты реально имеешь ввиду про отношения. Но говоришь про отношения. Значит у вас в голове было так. А я вообще не понимала, что у тебя в голове. Потому что он обычно не рассказывает, что он чувствует. Мне. Он не стесняет. Само вообще. Все когда у Ани происходило. Когда у нее расставание происходило. Как у нее это. Она вообще поникшая. Погруженная вообще. В себя была. И вообще такой человек был. Она просто. Я не знаю. Как овощ ходила какой-то. Ну в хорошем смысле. В хорошем смысле. Ну как будто ничего не чувствовала. Такая. Ну да. Ей херово. Я понимал, что единственная поддержка сейчас может быть от меня. Я ее по максимальному поддерживал. Ну и поддерживал до того момента, как уже все. Как бы у меня проснулось. Как-то так и произошло. И у меня уже проснулись чувства. Меня тогда тоже по сути не была уверена в том, что вот. Прям чувства. Капец. Какие сильные. Они как бы были. Но я из-за того, что я не понимала его, меня это чуть-чуть как бы приостанавливало. Меня никто не понимал никогда. Вот. А потом, когда я уже поняла. Кто такой Димас Блок. Кто у тебя есть чувства. Реально. Это просто спустя какое-то время произошло. Но не так много прошло времени. Ладно, на самом деле это все шутка была. Я это все планировал, чтобы снять этот ролик. Спасибо. Надо. Пока. Нам было это все очень сложно говорить. По максимальному. Мы это планировали месяца, наверное, 4. Еще со времен хайп-хауса. Мы хотели это раскрыть, потому что это, знаете, это как ком в горле, который не может как бы не существовать и не показываться. Потому что это как у меня с шипом было. Чувство вины. И я хотел по максимальному это исправить. И то же самое с отношениями. Мы хотели просто уже об этом рассказать, потому что нас все этим достают везде. На каждом шоу везде пытаются как-то это задеть, как-то это. Многие блогеры и так это знают. И поэтому там на шоу какие-то высказывания происходят. Как бы нас это все заколебало. Все. Мы официально пара. Как-то так. Это стрёмно. На самом деле, если так судить, когда-то я гулял в метро и мне хотелось с кем-то просто идти за ручку. У меня этого не было до, по сути, 17 лет нормально. Потом я как-то в клубы ходил, там что-то какие-то развлекаловки, по всяким бабам по этой ездил. Просто без чут, без всего. Как-то поцелуй, не поцелуй. И я такой был человек, которому, по сути, всегда хотелось чего-то серьезного. Но это счастье грохнулось на меня. Ты что плачешь? Не плачешь. Мы благодарим, что вы это посмотрели до конца. Если вы это не посмотрели до конца, советую вам перемотать, чтобы вы пошли к сути. Это будет максимально круто. Ставьте лайки. Сделайте так, чтобы на этом YouTube-канале красная кнопочка стала серой. И мы будем вас радовать максимально крутым контентом, который мы уже сняли в Дубае. И будет еще один выпуск. И планируется еще. И просто будет куча, куча. Аня! Да похер мне на этот пакет! Я еще говорю, Дубая чистая страна. Пакет. Короче, вас ждет куча крутого контента, который мы уже отсняли. И будет еще сниматься. Мы этот канал по максимальному будем развивать. Так что подписывайтесь. Мы ждем вас. Ждем ваши подписочки. И пишите в ваш комментарий, что вы думаете по этому поводу. Козел я или не козел. Вот. Молодцы мы или не молодцы, что признались. И просто пришла такая идея поехать в Дубай ровно через год и сделать это, наверное, ровно по этому же месте. С вами была Аня Щук и Димас Блок. Ставьте лайки, а мы пошли... Дураку не... Давай поцелуем. Поцелуем. По традиции. Целовать! Нет, ты признаешься. Давай, разум. Давай, разум. Му-му-му-му-муууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу